Всем привет! Это Нецензурные новости. Российские власти снова борются с инакомыслием в Телеграме. Но на этот раз, надо признать, борются более эффективно, чем раньше. Да, когда они пытались заблокировать разом всю Телегу. Теперь начались массовые преследования админов самых популярных ресурсов. Громят даже близких кому надо и вхожих куда надо, вплоть до сетки каналов Ксении Собчак. Уголовное преследование как раз могло быть связано с этим блоком на негатив в Телеграм-каналах Собчак. Правда, про саму Собчак уже говорят, что якобы ордер на ее задержание отменен. Но она все равно говорит, что находится в большой беде. А ее работники могут получить вплоть до 15 лет тюрьмы каждый. Они сидят в КПЗ. Причем силовики утверждают, что появились технологии, как найти не только админа. Ну и практически любого пользователя мессенджера, который, например, оставил неправильный комментарий про какого-нибудь вождя. Теперь чиновники не без злорадного самодовольства вещают, что они лишили Телеграм главного преимущества – анонимности. Раньше в каналах каждый писал, что хотел, потому что никто не знал имен конкретных людей, стоявших за тем или иным каналом. Но в последнее время мы увидели уже десятки администраторов, находящихся за решеткой или в бегах. Хотя раньше считали, что управление Телеграм-каналами им ничем не угрожает. Вот мы с вами сейчас общаемся, а по камерам прямо в это время сидят десятки Телеграмщиков. Некоторые из них, кстати, наши хорошие знакомые. Сотрудниковым управлением КМВД России пресечена противоправная деятельность интернет-шантажистов, которые специализировались на вымогательстве денежных средств к гражданам в крупном и особенно крупном размере. Российский Телеграм-эстеблишмент в панике. Оно и понятно. С новыми российскими законами о фейках, клевете и т.д. Посадить можно почти любого, кто что-то писал в каких угодно медиа, считая себя свободным от кремлевской цензуры. Опасной становится и коммерческая деятельность. Куча обычных для Телеги явлений теперь может запросто попасть под статью о вымогательстве, нелегальной коммерческой деятельности, подкупе и т.д. Это все не может не изменить до неузнаваемости Телеграм-каналы. Мне сейчас тут даже денег предлагают. Я говорю, не, ребята, вообще никак. Не возьму ничего, вообще ничего. Ну а теперь обо всем по порядку. Телеграм никогда не нравился российским чиновникам. Там всегда было слишком много свободы и слишком мало ответственности перед ними, чиновниками. Любой желающий мог открыть свой Телеграм-канал, набрать подписчиков и поливать как угодно любого царя или царька в любой точке России. Царьки очень по этому поводу переживали, потому что с другими видами медиа они справлялись с огромным успехом. Независимые телеканалы позакрывали или захватили. Газет осталось парочка. И те были вынуждены соблюдать все российские законы, год от года становящиеся все более драконовскими по отношению к журналистике. А тут просто оазис свободы слова. И публика это тоже сразу поняла. И в России один за другим начали появляться каналы с миллионной аудиторией. Такое безобразие, разумеется, не ушкользнуло от внимания российских эффективных государственных менеджеров. В апреле 2018 года легендарный, как говорит Белковский, Роскомнадзор начал легендарную же кампанию по блокировке телеграмма. Чиновники сказали, что у них мышь не проскочит. И скоро телеграмму вашему кирдык. Народ от этой новости тогда прифигел, потому как возвращаться в скайп или айску я застала еще. Мало кому хотелось, да. Даже были митинги против давления на телеграмм, где звезды либерального крыла нашей политики защищали любимую приложуху искренне и от души. С максимальной эмпатией и артистизмом. Наша страна в нищете. Реально нищая страна. И эти люди говорят, вы в своем интернете плохо себя ведете, поэтому мы сожрем ваш интернет. Я не буду это терпеть. Вы будете это терпеть? Они воры. Они жулики и... Жулики и... Давай! Давай! Это действительно одно из лучших публичных выступлений Алексея Анатольевича, на мой взгляд. Потому что это было протестом не против чего-то такого вот эфемерного, теоретического. Это был действительно один из самых искренних протестов. Потому что, ну вот буквально вчера ты читал то, чему доверял и отправлял данные так, как хотел. И был уверен, что за тобой не придет товарищ майор после этой пересылки. И вот на тебе говорят, что все, телегу мы закрываем и давайте обратно в стойло. Молчать! Правда, в 18-м году рукожопы рашен-чиновники сделали все, как они любят. Результаты их работы, конечно же, были. Были заметными, очевидными. Нулевыми. Только нулевыми, да. Анатольевич Куров сдаваться и сдавать переписку своих абонентов ментам отказался и очень быстро научил всех пользоваться VPN. Даже меня. Это было очень смешно. В Кремле проходили совещания. Как замочить телеграмм и другие последние островки свободы слова. А сами кремлевцы признавали, что, как и вся страна, юзают VPN и читают запрещеночку. Есть VPN, я так понимаю. VPN установили вы. Ну конечно, конечно, ну почему нет. Это не запрещено. На эту тему отлично поугарал Ваня, но из МС в песне про недозаблокированную телегу. Виндят демонстрация, мальчики, коллеги обсуждают рецепты подружки, умницы в недозаблокированной телеге. Эта клоунада продолжалась два года, пока власти наконец-то не признали, что дозаблокировать телегу они попросту не в состоянии. Ну и сняли ограничения. Правда, злые языки тогда сказали, что Дуров типа договорился с Кремлем. И что Кремль типа таким образом телегу поставил под контроль. И скоро начнутся вот эти самые посадки. Вот посмотрите, что говорит, например, некий американский бизнесмен, популярному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Там просто яд хлещет на голову Дурова, который вот еще совсем недавно вроде бы был таким новым героем цифрового сопротивления. Таким нашим Нео из Матрицы. Я утверждаю и готов спорить насмерть. Телеграмм был нормальным мессенджером до момента, пока Паша Дуров всех не предал и не продал. За бабки. Чтобы тусоваться красиво. Для Павла Дурова месячные платежи на телеграмм превышают от 2 до 3 миллионов долларов. Для него это стало расходами, которые невозможно окупить. И он встал на колени перед Кремлем. Да, звучит прямо страшно. Понятно, что все это очень похоже на такую теорию заговора от каких-нибудь завистников Павла. Но эта теория, надо сказать, укоренилась во многих головах довольно плотно. Особенно, когда Кремль в том же 20-м году вместе с разблокировкой телеги включил Дурова в некий почетный список, так сказать, русских IT-гениев новых Илонов Маска. А еще 100-500 источников написали, что Дуров пошел на контакт с Кремлем после того, как его жестко опрокинули американские власти с криптовалютой Тон. Эта крипта, по мысли Павла, должна была стать глобальным мировым геймченджером. Ведь все пользователи телеги могли бы стать теми, кто этим новым деньгам доверял бы и пользовался. Ну а тут доллар вместе со всеми рублями и еврами мог бы начать нервно курить в сторонке. Собственно, доллар и начал. А точнее, хозяева доллара. Они тогда придумали кучу всякой законодательной херни, типа не разрешавшей Дурову полноценно запустить Тон. В итоге Тон был запущен сильно позже и далеко не так круто, как планировалось. Из-за этого якобы Дуров затаил лютую злобу на американских вождей и пошел дружить с вождями российскими. Ну да, такая логика как раз-таки российских вождей. Больше они Павла Дурова, так на первый взгляд. Но отчасти эти конспирисии подтвердил и сам Павел Дуров. Например, он сказал, что типа да, к нам вполне могли бы быть у российских властей претензии по теме борьбы с терроризмом. Но мы типа поработали над этим и нашли решение, как ухитриться сдавать властям террористов, но при этом не нарушать свободу слова нормальных, так сказать, пользователей. Российские власти и силовики тоже не без удовольствия рассказали, что Дуров нам всю переписку своих абонентов сдавать не хочет. Но мы взаимодействуем по терроризму и экстремизму. Здесь вот ключевая вещь, появляется слово экстремизм, если вы обратили внимание. Потому что сам Дуров признает, что да, он сотрудничает с российскими силовиками по теме именно терроризма. А вот сами силовики уже добавляют слово терроризма и экстремизма. И, наверное, никому в нашей стране уже объяснять не надо, что российская власть считает экстремизмом. Ну, в принципе, практически все, что она хочет. Стали чуть-чуть экстремистами. И вот на фоне всего этого в последней неделе начались массовые задержания администраторов телеграм-каналов. Вы же понимаете, что до этого админов надо было деанонимизировать, придумать для каждого какую-то уголовку и только после этого вламываться в квартиры. И вот этот титанический труд был проделан даже несмотря на то, что, наверное, процентов 90 российских ментов сейчас заняты отловом мобилизованных и тех, кто говорит хоть что-то антивоенное. Ну, однако же получается, что этим же 90% российских ментов телега так же важна, как и мобилизация, да? Сотрудникам управления КМВД России пресечена противоправная деятельность интернет-шантажистов, которые специализировались на вымогательстве денежных средств граждан в крупном и особенно крупном размере. Установлено, что злоумышленники создали сеть телеграм-каналов, суммарное число подписчиков которых достигало 900 тысяч. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров, госкорпораций и высокопоставленных должностных лиц. Задержания понеслись веером вот прям по всей России. Это не осталось каким-то там новомодным московским только трендом. Вот, например, как ловили админов тележиков в далеком от Москвы Дагестане. Посмотрите, просто боевик. Ну, категория С, конечно, но тем не менее такой прям крепкий боевичок. Вот, посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про этих несчастных написали в дагестанских госсми, что работали они, естественно, на разведку Украины и, конечно же, на ЦРУ. Ну да, так и представляю себе, как Ален Далес лично воскрес и сбросил из космоса печеньки такой маги и Ахмеду. Такой по своему плану. Ага. По плану Далеса. Ну вот, а самолетом, естественно, с которого сбрасывал Далес печеньки, управлял лично Зеленский, естественно. Ну, или, может быть, Арестович помогал. Вот, в общем-то, такими видосами Рунет сейчас просто переполнен, да, и такими комментариями госсми. И еще вот много обсуждают процесс бывшего корреспондента, коммерсанта, известия Александры Боязитовой. Сразу несколько администраторов телеграм-каналов арестованы в Москве по обвинению в вымогательствах. Среди них бывшая журналистка-коммерсанта «Известий» Александра Боязитова. Последнее время она вела телеграм-канал «Адские бабки» и работала фрилансером для нескольких СМИ, в том числе для прокремлевского «Лайф». Она написала в своем телеграм-канале «Адские бабки» критическую заметку о промсвязьбанке, которым руководит сын бывшего премьера Петр Фродков. Талантливый парень, прошел кодкурс просто. Ну при таком руководителе разве могут быть недостатки в работе? Да нет, конечно. Это Боязитова и двум ее якобы подельникам тут же доходчиво объяснили люди в штатском и в хоруме. Ну конечно, орудовцы, хмыри из ГАИ, подполковник навелись и приехал. Крик, шухер до небес, хватай от меня в мещанку. Журналисты, конечно же, говорят, что писали про банк плохо просто потому, что так думали. Но менты, конечно же, шьют им то же самое вымогательство. Ну, видимо, чтобы всем не учить закон о фейках, да? Якобы у бедного, несчастного, сына экс-главы правительства России, выходца из силовых структур, Фродкова, вот просто не было выбора. Или плати журналистам за хорошую заметку в тележке, или напишут у Каяны вот еще одну плохую заметку. И все, труба и банку, Фродкову младшему, у бати старшего Фродкова тоже, так сказать, инфаркт Микарды сразу бахнет. Нет, если серьезно, я, конечно, не идеализирую журналистов. И да, некоторые из них берут деньги за то, что пишут хорошие заметки. Ну, или плохие заметки. Или за то, что не пишут плохие или хорошие заметки. Но изображать бедных овечек из вот таких Фродковых, старших, младших и так далее. Вымогать бабки у них. Журналисты что, идиоты? Какой такой секретной властью они обладают над этими всеми Фродковыми? Да никакой, на самом деле. Это все вранье и просто повод выстроить всех рядочком и заставить писать только о великих достижениях нашего Кемчана, в смысле, Владимира Владимировича, да. Такое же дело про псевдовымогательство завели на, ну, типа, хозяина, по мнению силовиков, сетки каналов Станислава Садова. Станислав, держись. Здесь надо сказать, что мы сами знаем Станислава неплохо. И это исключительно порядочный и интеллигентный человек, который последним, чем мог бы в жизни заниматься, так это вымогательство. Тебя посадили в тюрьму вместе с преступниками? Что ты, что ты здесь, все честные люди. За что же они сидят? Видишь ли, принцу Лимону порядочные люди не по нутру. В случае со Станиславом, как и во многих других подобных случаях, налицо классическая, обыкновенная, старая, как мир, обычная мусорская подстава. Ну, работает, например, человек коммерческим менеджером, директором телеграм-канала или нескольких каналов. И на этих каналах пишут что-то, что власти не нравится. Тут и запускается такой нехитрый процесс. Сначала выходят на коммерческого директора, предлагают деньги за то или иное рекламное размещение, а выйти на него несложно. Его данные обычно прямо в каналах и указаны. Потом берут пару свидетелей из госконтор, как правило, что деньги они якобы отдавали не по своей воле, а по принуждению этих менеджеров. Тут снова этот бред наших царьков к чему-то может принудить очкарик из телеги. И все, дело состряпано. Разбирайся, потом доказывай, что ты не верблюд, а статьи-то там нехилые. За вымогательство можно в России залететь в тюрьму на 7, 8, 10, на 15 можно лет реального срока. Это уж как наш гуманный суд решит. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Самое плохое, что вместе с десятками владельцев и админов больших и маленьких телег риску теперь подвержены и обычные пользователи. Любые, кто хотя бы один коммент написали в телеге ранее анонимный, а теперь, похоже, уже нет. Наши чиновники с нескрываемым восторгом говорят о прорыве возможностей выявить любого, кто хоть что-то написал. Прямо так хочется порадоваться за них, хоть в чем-то у них этих прорывов. А чего добился ты, спрашивается. Посмотрите, как вот от ура патриотического восторга захлебывается известный депутат от партии чекистов и ментов, да, есть и такая, Хинштейн. Который, кстати, если помнишь, про меня вот недавно тоже писал очередную заяву своим хозяевам в погонах. Спасибо тебе, Хиня. Он гордо вслед за героем известного фильма называет происходящее очисткой телеграммы. Ну, позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не швыз. Идет очистка телеграмма. Осознание анонимности провоцировало вседозволенность. Иллюзиям пришел конец. Технические возможности спецслужб позволяют без особых усилий деанонимизировать так называемых королей компромата. На этом задержание не закончится. И новые результаты проведения масштабной операции не заставят себя ждать. Когда не получается пришить людям вымогательства, ну, например, на канале совсем нет никакой коммерческой деятельности, как в случае вот с маленьким каналом протестной МГУ. Ну, ничего, админа этого вредненького для властей ресурса увезли. Кстати, да куча вместе с предками, чтобы тем тоже жизнь медом не казалась. Увезли в КПЗ за уже полюбившиеся российским ментам фейки о российской армии. Это, как вы знаете, когда вообще кого хочешь, бери, за что хочешь, хоть за... Слово вобла. Нет. А, нет. Слово вобла, кстати, с недавних пор нельзя. Оно временно оправданно. Но я, кстати, действительно думаю, что только временно. Нет в войне. Ой, вобле. Нет вобле. Нет омерзительной вобле. Ну и посмотрите, как силовики прямо с чувством собственного достоинства и перевосходства организуют вот такие многочисленные утечки в СМИ о том, что все. Теперь в телеграмме к ногтю они могут прижать всех. Без исключения. Я с тех пор перестал уже скрывать свое имя, поэтому прямо на футболку себе нанес. Списки задержанных каждый день становятся все длиннее. И когда они уже успокоятся, неизвестно. Наверное, когда есть телеграмм, окончательно превратится в вечер Соломьевым. Да, при этом есть пара десятков немаленьких каналов, которые администрируются из-за границы. В том числе, кстати, вот наш тоже. Не забудьте, кстати, на него подписаться, если до сих пор не подписаны. Так вот, мы тоже администрируемся из-за границы. Одни на владельцы здесь. Но тут есть все равно две проблемы. Первая. У тех, кто работает из-за границы, есть люди, которые все равно находятся у них и в России. Сложно без этого технически. Корреспонденты нужны, люди, которые сходят, напишут, снимут, сфоткают. У нас нет, но обычно людям нужны те, кто принесут, отнесут и так далее. Технические какие-нибудь персонажи, знаешь, без которых тоже мы, кстати, обходимся. Не ищите их-то, а их-то нет. Да, ну, в общем-то, я просто к чему все клоню. От таких людей это тоже жалко. И поэтому, когда пойдут по ним, тоже ничего хорошего не будет. Не хотелось бы говорить избитую фразу про вишенку на торте. Но когда она елки-балки, вишенка на торте. И вообще без нее никак. Потому что, конечно, вишенкой на ментовском торте войны с негосударственными СМИ стала Ксения Собчак. И ее люди, которых тоже обвинили в вымогательстве в Телеграме по вышеописанной схеме. Мне вот интересно. Ты говоришь про мусорской торт, а что там в начинке? Там баксы, наверное, да? Сколько слоев. Морох, кокаин. Так вот, вы, скорее всего, знаете, что два сотрудника Ксении сидят в тюрьме. И заяву на них накатал ни много ни мало лично господин Чемезов. Это, на секундочку, один из самых влиятельных людей России. И вот его, бедненького, вынуждали платить менеджеры Ксении Собчак. Два молодых таких, субтильного, я бы сказал, вида человека. Я вот у самого Чемезова хочу спросить. Наверняка он нас смотрит. Ну, вот вы правдоподобнее какую-нибудь херню не могли придумать, да? Еще раз, я вполне себе верю, что у менеджеров Собчака или у самой Собчак могли быть какие-то коммерческие отношения с вашими предприятиями. Ну, сука, вдумайтесь сами в эту фразу. Вымогать бабки у Чемезова. Ладно, я все понимаю. Так или иначе, кто-то, безусловно, с личного согласования Путина, потому что это его номенклатура, без согласования с ним на это бы не решились, решил выдавить Собчак из стороны. Но Ксения кто угодно, но только не дура. И зная, что вокруг царя у нее куча врагов, вымогать бабки у Чемезова. Ну, а что вот не у самого Путина, например? Вот что обо всей этой ситуации говорит владелец одного из довольно крупных каналов. И не сказать, чтобы это прям вот сильно в пользу Ксении Анатольевны. Это просто, блин, бум был блоков год назад. А сейчас то ли, блин, аппетиты у всех выросли, то ли, блин, реально решили вот таким вот образом, как бы у людей, людей пересажать и весь тележка попугать. Иска в том, что даже если тебя захотят подставить, но все равно ты, блин, как бы денег-то не брал ни у кого, блин. То есть в этом сложность. То есть все, кого подставили, все какие-то денежные отношения с клиентами имели. Поэтому, блин, здесь удивляться нечему. Здесь, как бы, даже вот Ксюша на это денег брала, блин. Причем, блин, ну, не сделай, брала. Еще раз, мы и не спорим с тем, что у медиахолдинга Собчак есть коммерция в эфире. Это, как говорится, даже самые приличные девочки иногда делают. Кроме нас. Кроме нас. Ну вот, например, свидетельства рынка. У них были постоянные коммерческие отношения. И вдруг аресты, обыски у Собчак дома. Ее отъезд за границу. Если это не подстава, тогда я, блин, Александр Плющев. Что ты Александр Плющев? Что-то он мне пришел на ум. Александр, здравствуйте. Никто еще будет помянут. А после отъезда Ксении за границу начались, разумеется, такие вот танцы с бубнами наших сертифицированных, арийски чистых, с нордическими характерами. Либералов, да? Не запятнавших себя ни единым в жизни рукопожатием даже, наверное. Ни с кем, кто хоть раз произнес слово Путин без приставки Моздай. Это старая и довольно некрасивая история. Но если вы по-прежнему не разобрались, почему Навальный и его адепты ненавидят Собчак больше, чем Путина, Гитлера и Чикатило вместе взятых, устраивайтесь поудобнее. Мы вам сейчас расскажем все это за пару минут. Жила-была в семье руководителя Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, дочка Ксения. Ребенок рос смышленым и активным. Было понятно, что пойдет далеко. Тем более с такой неплохой стартовой площадкой. Ксюша регулярно видела рядом с батей какого-то его помощника или зама, некоего дядю Вову. Этот дядя папу Ксюши просто боготворил, потому что тот вытащил его из небытия и снабдил солидными полномочиями и отличным довольствием. Через некоторое время дядя Вова стал большим начальником, а папу Ксюши его враги начали как раз сажать и выдавливать из Российской Федерации. Дядя Вова, живущий, надо признаться, исключительно по пацанским понятиям всю свою жизнь, Анатолий Сергеевича выручил, чем немало растрогал дочку. Далее Ксюша могла бы беззаботно порхать с яхты на яхту и возглавлять какой-нибудь Росгоспил чего-нибудь. Дядя Вова ее помнил и считал долг перед ее батей закрытым не полностью, поэтому согласился бы на такие варианты. Но Ксюша враспил как-то не очень захотела и стала делать карьеру на расцветавшем тогда как раз телевидение. И вполне преуспела. Она шла самой короткой дорогой, делая для народа всякую кликбейтную гламурную фигню. Но пипл хавал и Ксения довольно быстро стала звездой номер один среди светских львиц. Стала, будем откровенно, без поддержки дяди Вова, который симпатии народной отшней бабки выделить ей не мог. Ну там уж как, слюбилась или нет, от него зависит. Но будучи представителем элиты уже в не первом поколении в полном соответствии с той самой теорией элит, Ксения на этих лаврах почивать не стала. Возникли у нее, понимаешь, другие ценности. В 2011 году она примкнула к оппозиции, потому что дядя Вова друг, конечно. Путин – это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. Но истинно дороже. Ксении не нравилось многое происходящее в России. Да, она знала, что ей не так опасно быть в оппозиции, как, например, ее тогдашнему бойфренду Илье Яшину, который, как вы знаете, сейчас сидит в тюрьме. Да, она понимала, что в случае чего ее не убьют и не посадят. Но от этого не стало менее важным то, что она говорила многомиллионной аудитории своих медиа. Она говорила правильные вещи о ворах и убийцах в российской власти. И не было вообще, пожалуй, ни одного человека, который сказал бы ни до, ни после нее в лицо дяде Вове тому самому в прямом эфире на глазах у всей страны примерно вот это. Есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела. Неужели власть боится честной конкуренции? Но вскоре после этого осмелилась Ксения отказать в просьбе нет, не дяде Вове, а верховному единому оппозиционеру в Сия Руси Алексею Анатольевичу Навальному? В маленькой просьбе приближались выборы 2018 года. Навального на них не пустили, а Собчак пустили. И Навальный сказал, что Собчак не должна была легитимизировать поганые безнавальновские выборы своим участием. Хотя, на мой взгляд, хоть Собчак, хоть без выборы эти более чем имитации президентских стать не могли и, естественно, не стали. Но Навальный и его адепты с тех пор проклинают Ксению при каждом удобном или неудобном, как вот сейчас, случае с самыми погаными выражениями из арсенала портовых бенедюжников. Ну вот считают, что так и можно в этом случае. Ну, ты пока выдохни, а я дальше расскажу. В общем, сторонники Навального считают, что даже когда Ксения осуждает войну или говорит о ворах и убийцах в российской власти, она это делает каким-то невероятным образом, не в ущерб Путину. Типа, она это такая форточка, чтобы народ в нее дышал, ну или выпускал пар и не шел на баррикады за Навального. Может, я чего-то не понимаю, но что мешало людям подышать в эту форточку Собчак, выпустить в нее пар, а потом набрать в грудь побольше нового пара и идти на баррикады? Для меня эта логика довольно загадочная. Ну так пар-то уже вышел где-то новый найдешь? Наверное, так вот сюда, как сказал Навальники сторонный. Вот, посмотрите, что Ксения ответила хейтерам уже, когда была в безопасности в Литве. Молча и мрачно охреневая, у меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды. А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем? Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я не в чьей тусовке? Как же вам нравится рвать меня на части? И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные? Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер. Но надо признаться, что я настолько унылой речи от Ксении не слышал, наверное, просто никогда в эфире. Ну, есть причина. Думаю, что, к сожалению, ничего загадочного в этих причинах нет. Как доказала давно современная наука, нет никакой более яростной борьбы, чем внутри видовая. Потому что адепты Навального считают, что только и исключительно они вправе решать, кто должен жить в Европе, а кто нет. Кто должен получать материальные блага, а кто нет. Кому должны доставаться уважение и почет, а кому наоборот. Слушай, кого-то мне вот это все напоминает. Ну, Ксения же предположила, что они очень похожи. Не то, что очень похожи, а просто братья-близнецы такие, на мой взгляд, перепутчили Путина. Навальники, стороннего. Слава. Я не отстану от этих. Ну вот, а больше всего я рожу, конечно, когда все эти Навальники, стороннего говорят, что вся эта уголовка Ксении фейк, и что это, типа, Путин таким образом хитро делает ее лидером оппозиции в изгнании. Это просто жесть. Типа, Путин с Кириенко такие, кого бы нам внедрить как агента в оппозицию? Типа, а давай Ксению, которую же и так все считают нашим агентом. Ну да, мы же умные, мы же все время так делаем, да? И оппозиция же, она такая скажет, о, Ксения, привет, ты же его агент, а давай ты будешь нашим лидером. Затейники, блядь. Они, конечно, иногда не только Путина мне, но вот этого вот Кунашенкова напоминают такие. Мы, адепты Навального, демонстрируем отрицательную поддержку в перемещении Собчак на более выгодные рубежи. Ну да, и Путин с Кириенко такие в Кремле, блин, черт, все пропало. Не догадались, что она таки с нами вась-вась. Ну реально, какой-то бредовый пицца. Кстати, о Путине. Почему все, Собчак? Ну, в смысле Путин, а что Путин? Собчак пока не глава государства. Это пока? Ну, кто знает. Но пока это Путин. У нас про него очень забавная новость в завершении этого выпуска. Это самое, я давно веду всякие передачи, как бы, я помню, в 90-е годы мы на Первом канале называли такую вот штуку какую-то такую, типа веселая панда в конце, называли Бантик на конец. Ну сейчас, короче, Бантик на конец, это на самом деле Путин, потому что в основном его речи, как бы, да, это такой бред, такой, что? Ну вот, Владимир Владимирович хотел прочитать очень страшную речугу для наших западных партнеров. Ну да, только западные партнеры, я думаю, что увидев это дело, просто ржали оки кони, услышав вот это вот все. Ну они сбрендили совсем, да что скатились, взяли вот Сулеймани, убили, все что ли совершили, там госпереворот. Ну это бред какой, вообще охамели просто, сапцарап прикарманил наши золотовалютные люди. Ну хоть мозгами-то пошевелите, ну на себя так смотрите, не стесняются ничего. Чушь какая-то, ну это бред, что это такое? Ну где живем? Это что такое? И что нам? Разве вам негде делать? Так, ели. Западные родители либерализма и прогресса, немножко не в себе, совсем молча, сделают вид, что мы ничего не слышали, что ли? Мы великая страна, мы можем это сделать. Всем сидеть на поперогах и не крякать. Ну и на этой, так сказать, позитивной в кавычках ноте мы закругляемся и надеемся, что вся эта смех-панорама в нашей великой российской державе закончится как можно скорее. Да, и мы сможем нормально выбрать себе президента. Секундочку, давай не будем говорить кого, потому что, ну пусть кого хотят, того и выбирают. И вообще, как говорили тоже, мы в 90-е, выберем Зюганова, трезвого, не пьяного. Пока-пока. Всего доброго. Я сейчас 90-е, только родилась. Слушай, что-то мы рожали сегодня много, мне кажется, как бы не плакать по итогам, выхода пидирач. Выключай уж.